21 июля в кинотеатре «Искра» города Видное состоялось расширенное оперативное совещание при начальнике управления Федеральной миграционной службы России по Московской области по итогам работы за первое полугодие 2014 года. На заседании были подняты вопросы миграционной политики и поставлены задачи для их выполнения, а также выслушаны доклады участников совещания. Одним из них стал глава Ленинского района Сергей Кошман. Он рассказал присутствующим о миграционной обстановке на территории нашего района. Московская область является одним из самых востребованных регионов для внутренней и внешней миграции, поэтому очень важна качественная и оперативная работа со стороны сотрудников УФМС. Первым докладчиком стал глава Ленинского муниципального района Сергей Кошман. В самом докладе он отметил, что рад видеть сотрудников управления на нашей земле и рассказал о миграционной обстановке на территории поселений. Ленинский район расположен в непосредственной близости от Москвы. Через него проходят Павелецкая и Курская железные дороги, четыре магистрали федерального значения, ведется активное жилищное строительство. Такая обстановка обуславливает сложную миграционную ситуацию. Администрация Ленинского района большое внимание уделяет созданию комфортных условий для работников УФМС. Была оказана помощь в проведении ремонта помещений районного отделения. За последние годы наблюдается сокращение количества обращений граждан по вопросам работы нашего управления. Все жители района имеют возможность своевременно получить паспорта. За первое полугодие 2014 года было оформлено более 6 тысяч заграничных и 2,5 тысяч гражданских паспортов. Одним словом, работа идет и улучшается. По значимости социальных тревог миграционный вопрос у нас в Ленинском районе стоит, пожалуй, на третьем месте. Это после ЖКХ, дорожной инфраструктуры и, соответственно, вот миграционная обстановка. Одним из важных вопросов совещания стала тема переселенцев из Украины. Оказать этим людям помощь и в то же время проследить за законностью пребывания мигрантов – одна из приоритетных задач управления. Также на заседании были отмечены наиболее отличившиеся работники УФМС и вручили почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки и цветы. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.